О слонах известно много удивительных фактов, эти благородные великаны трепетно заботятся обо всех детенышах в стаде, оплакивают умерших сородичей и скучают по ним, умеют радоваться и обижаться, не только друг на друга, но и на людей. Таить обиду они могут много лет и даже десятилетия, настолько у них хорошая память. Но помнят ли слоны добро или благодарность присуща только людям? Героиня этой истории точно знает ответ. Джейн Питерс родилась в Восточной Африке. Ее родителям принадлежало большое лесопромышленное предприятие, но Джейн не продолжила семейное дело. Когда ей было 6 лет, она с отцом впервые побывала в национальном заповеднике. Восхищение, любовь, нежность – эти чувства переполняли девочку. Так маленькая Джейн осознала, каким видит свое будущее, жить в окружении дикой природы и помогать всем животным. Она мечтала о собственном заповеднике для тех, кто нуждается в защите и заботе. Джейн с отличием окончила школу и могла получать стипендию в медицинском вузе, куда ее пригласили. Это была редкая возможность вырваться из тяжелых условий и построить карьеру, но Джейн отказалась от нее ради своей мечты. Однажды она познакомилась с Адамом Харрисом, директором национального кенийского заповедника. Как и Джейн, он с детства обожал животных. Они влюбились друг в друга и вскоре поженились. Так мечта Джейн исполнилась, она работала в заповеднике своего мужа, став соруководителем и ухаживала за его дикими обитателями. Вместе с Адамом они спасли много животных, особенно слонов. Маленькие слонята часто оставались сиротами, и не только из-за сильной засухи или болезней. Гораздо чаще их родителей убивали браконьеры, которым нужны бивни, к сожалению, слоновая кость до сих пор высоко ценится на черном рынке. Джейн и Адам заменяли детенышам погибших родителей, учили их полезным навыкам, помогали адаптироваться, чтобы позже те смогли жить в дикой природе. Слонята, как и человеческие дети, нуждаются не только в еде, но и в ласке и веселых играх. Спустя несколько лет Джейн стала настоящей мамой, у нее родилась дочь. Девочку назвали Эмили. Эта идиллия длила 17 счастливых лет, ровно до тех пор, пока Адам не умер от сердечного приступа. Для Джейн это стало страшным ударом. Она была не в силах работать дальше и взяла отпуск, чтобы справиться с горем. Джейн была в шаге от того, чтобы навсегда покинуть заповедник. Бродить по знакомым местам одной, без любимого Адама рядом, было невыносимо. До его смерти Джейн не понимала, что быть одинокой – это не быть одной, а навсегда потерять того, кто дорог. И все же что-то мешало ей смириться и бросить работу, в том числе их общая с мужем мечта сделать этот мир хотя бы чуточку лучше и безопаснее для животных. Она и не догадывалась, что вскоре в ее жизни случится чудо. Питерс открыла собственный национальный парк и посвятила себя защите слонов и носорогов, которые больше всех страдают от браконьеров. Безжалостное истребление этих животных ради бивней и рогов казалось ей верхом цинизма. Джейн пыталась добиться запрета на использование слоновой кости, чтобы интерес охотников угас. Позже за вклад в защиту дикой природы она получила кенийскую награду, а Елизавета II назначила Джейн Питерс дамой-командором Ордена Британской империи. Однажды в заповеднике Джейн появился новый сирота – слоненок, недавно потерявший родителей. Этот малыш был слишком мал и не понимал, как ему жить в этом огромном страшном мире. Джейн было не впервой брать на попечение слонят, но этот детеныш чем-то отличался от других. Ласковый и преданный, он так сильно привязался к своей человеческой маме, что даже отказывался от еды, если Джейн надолго покидала заповедник. Женщина назвала слоненка Руда. Они проводили вместе много времени, как настоящая семья. Джейн любила обнимать слоненка, играть с ним. Она даже читала ему сказки, как ребенку, а он лежал рядом с ней, пока не засыпал. Их связь с Руда была очень глубокой, особенной, настолько, что иногда Джейн всерьез хотела оставить малыша себе. Но, разумеется, она не могла так поступить. Джейн знала, однажды ее маленький друг станет достаточно взрослым, чтобы уйти и жить в дикой природе среди сородичей. Его место займут, придут другие нуждающиеся в заботе и любви малыши, и история продолжится. Когда пришло время прощаться, Джейн тепло обняла Руда, с трудом сдерживая слезы. Она понимала, что они больше никогда не увидятся. Руда найдет новых друзей среди сородичей, а потом и сам обзаведется семьей и детьми. Для человека в его мире не останется места, так искренне думала Джейн. Прошло 28 лет. Заповедник по-прежнему процветал. Будучи пожилой женщиной, Джейн уже не могла вкладывать в работу столько же сил, к тому же, у нее часто болела нога. И все же почти каждый день она старалась проводить в заповеднике, любуясь слонами и другими четвероногими подопечными. Этот поразительный случай произошел ранней весной. Джейн была в заповеднике, когда неподалеку заметили стадо диких слонов, ничего необычного, если бы только они не остановились у входа в парк. Поначалу слоны не привлекали внимания, люди думали, что они быстро уйдут, как обычно. Но и полчаса спустя стадо все еще стояло на месте. Сотрудники заповедника искренне недоумевали. Почему слоны подошли так близко к людям? Может, они нуждаются в помощи? Когда Джейн сообщили о диких слонах у входа, она тут же направилась к ним. Питерс была уверена, что многолетний опыт работы с этими серыми великанами поможет ей во всем свидетелей. Когда Джейн подошла к стаду, от него отделился самый большой слон и неторопливо направился к ней. Зная их повадки и язык тела, Джейн сразу поняла, слон не впервые видит человека так близко. Неожиданно Джейн поняла, кто перед ней. «Руда, неужели это ты?» Спросила она, медленно приблизившись. Вместо ответа слон нежно погладил ее кончиком хобота. Джейн тут же обняла слона. Это действительно был он, Руда, ее вымахавший в гигантского красавца малыш, с которым она провела долгие месяцы. Джейн заплакала. Слон как будто тоже испытывал подобные трепетные эмоции. На глазах навернулись слезы, хобот нежно прижимал женщину к себе. Прошло почти 30 лет, но он так и не забыл свою приемную маму и пришел повидаться с ней и поблагодарить. Невольные зрители были глубоко тронуты доверием, возникшим между человеком и слоном, и их трепетным отношением друг к другу. Какое-то время слоны еще бродили возле входа в заповедник, прежде чем вернуться в дикую природу. Добрая женщина также продолжила заботиться о слонах, но при воспоминании той встречи со своим подопечным малышом Руда, всегда накатывали слезы счастья и волнения. Слоны, как и многие животные, помнят не только о причиненной боли, но и о проявленной доброте, заботе и ласке, и готовы дарить ее в ответ. Это очень добрые и благодарные существа. Даже несмотря на весь тот ужас, что причинили им браконьеры, они всегда с теплотой ценят ту любовь и заботу, которой одаривают их люди, вроде героини нашей истории. Думаю, никто бы не смог на ее месте сдержаться от слез радости при встрече с повзрослевшим слоненком. Редактор субтитров А.Семкин